В 2013 году в 1-м веке реализация самого масштабного национального проекта по строительству квартирных домов при переселении дар и заваливающего фонда. Реализация проекта проходит в 2 этапа. Тракт включен в 81-м квартирный дом, признанную в годом не проживая. В целом будет доставлено 65 квартир, а сниженую ищу жилью признанную. Улучшили жилищные условия при молодых семьях и предоставлено свидетельство о правильном получении вывода на оправдание жилого помещения и председательство домя жилого дома. В 2012 году в 1-м веке реализация создана бесплатно для домя жилого строительства до 158 земельных участков. Всего с 1-го года в 2012 году в 1-м веке доставлено 1352 земельных участков. По состоянию в 1-м веке 2024 года количество многодетных семей, состоящих в отчетном выделении земельных участков вставляет 948 человек. В прошлом году значительно продолжилась работа по обеспечению инженерными коммуникациями участков в районе жилого помещениях и председательных семьях. Возработана проектная смертная документация строительства и инженерной инфраструктуры для земельных участков в СПО-2 и СПО-2 и СПО-2. В текущем году будет работа проект в СПО-2 и СПО-2 и СПО-2. Благодаря проводимой еженедельной встречи, мы должны определенно решить множество возникающих вопросов. В рамках визуализации национального проекта жилого городской среды в седьмом году под это на участие в СПО-2 и СПО-2 по формированию комфортной городской среды. В прошлом году будут устроены 7 общественных и 3 правовых территории. В этом году будет выполнено мероприятие по цивилизации городского освещения на территории городского пляжа, городской партии Ирш-Герой Украины, в СПО-2. В начале программы составил 53,5 млн. рублей. В текущем году подробно будет устроен 7 общественных и 2 дворовых территорий. На стадии прохождения государственных экспертиз находится проект в устройстве территории у моста Победы. Надеюсь, что на этой неделе мы получим положительное заключение. Концепция, который мы разработали совместность блоков государственных электростанций, на реализацию проекта районный итогов российского конкурса и вы получите 105 млн. рублей для федерального средства. Общая стоимость проекта составит порядка 550 млн. На развитие и содержание транспортных систем в году в 2023 году выделено более 500 млн. рублей. Благодаря поддержке губернатора Саратовского и страны, в случае сургина, в нашем районе выделены дополнительные средства из областного бюджета в сумме 100 млн. рублей на дороге и 10 млн. рублей на тротуаре. Все они будут эффективно использованы и в 2015 году. Почерпим, что в текущем году также принят решение о направлении средств в 1,5 млн. рублей на ремонт дорог в Ваховском районе. Губернатор нас поддержал. На ближайшие деньги деньги будут нам предъявлены. Кроме этого, дорогой мальчик Сахмин оказал поддержку при обретении 4 единиц пиларной церкви на сумме 302,5 млн. рублей. По обцону в текущем году уже проведены определенные подрядчики, к концу марта церкви, предоставлены нам заказчику. В полном объеме группы работы в рамках соглашения подписано в вопрос с миглявом акционерного счета в 1,5 млн. рублей на ремонт старых тротуаров, строительных новых, а также в 2030 году впервые проведены ремонты по монтажам вечного освещения пешеходных дорожек на 11 улиц нашего города. В текущем году предприятие выделили такую же сумму на реализацию социальных проектов. Соблашение уже подписано. Сейчас готовятся сменты и в ближайшее время по разумным условиям будет распространено в полном объеме этой программы. Один из социальных экономических индикаторов в полном режиме на сей день является кроме этого заработной платы. Численная средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям была построена заедет в донюбре 2023 года. В текущем году составил 58,5 млн. рублей и выросло на более чем 15% в аналогичном периоде в 2015 году. Их уровень остается самым высоким среди других арендов в Саратовской области. Уважаемые депутаты, есть несколько слов о городском бюджете. Всполнение доходной части бюджета города Балакова за 2020 год составило 2 варианта 877 млн. рублей. В сравнении с предыдущим годом исполнение составило 186%. На новую и на новую доходы исполнены в сумме 136 млн. рублей. Это на 37 млн. рублей больше предыдущего года. На новую доходы исполнены в сумме 148 млн. рублей. На 13 млн. рублей меньше года в прошлом году. Причиной стала неуплата за должности основными передатами специально представления военных семейных участков, находящихся в собственности города. И не реализацию семейных участков, причине отсутствия за временем на их приобретение. В течение года вводилась постоянная работа в увеличении поступления доходов в бюджет города и снижения медалинки. В результате работы на дешевизмской комиссии бюджет поступил налогов и налогов доходов, включая покошения медалинки. В прошлом периоде более 37 млн. рублей. Основная часть городского бюджета за 2023 год исполнена в сумме 2,771 млн. рублей или 185% к фауну 2022 года.